Всем привет, меня зовут Надин Шмаффин, и мы сегодня поиграем в какую-то то ли тайваньскую, то ли вьетнамскую игру, которая по-английски называется The Death, а по-тайваньски Цан Трунг. И тут нужно было менять язык, потому что всё было на вьетнамском, и был какой-то кошмар. Начнём же новую игру, и узнаем, что же нам за хор приготовлен. Надеюсь, будет очень страшно. Не как обычно. Это точно хор, а не хентай по звукам? А чё руки такие огромные? Это... Почему я тут, блин? Не знаю, почему ты тут. Это врачи поп-стар? Да, вот это? Стоматолог это круто. А чё с сенсой, блин? Ты хочешь выйти? Да нет, я не хочу выйти, но тут, блядь, сенса! Ой, пошли в жопу. Нажимаешь на эскейп, а есть только выйти. Это как так вообще понимать? Что случилось? Вы меня уже тут ждёте? Ну пошли, ладно. Добрый день! Ёбаный. Что ты закрыла передо мной дверь-то? Чуть нос не прищемила, дура. Манекенов кто-то потащил, манекенов кто-то потащил. Стой, подожди. Я посмотрю. Я помогу, расшлинить помогу. Это, наверное, ту бабу потащили, которая у меня прям перед носом дверь закрыла. А, ё, унитазу сегодня? Летить. Правда? Еба сенса ужасная. Можно смыть. Можно пописать. Нет. Сенса отвратительная. Нужно вертеть мышку полгода, чтобы... Это чё, комары? Понятно. Всё понятно. Я пошла. Я деловая колбаса, я пошла оттуда нахер. Ужасная сенсация. Ну шума! Тоже мне громом решили меня пугать. Ясно. Закрыто. Закрыто. Это как пяти, только на тайваньском, да? Сходи кругами. Чё-то открыли? Шарманку какую-то завели страшную. Они похороны просто начались. Кого хороним? Тотёлка? А вы её живой похоронили. Она просто уснула. А вы её похоронили? Да что, блядь? Это прям бит. Подтанцовывать. Ну там стоматологи, вот эти поп-звёзды, они как раз подтанцовывают под такой бит. Да ну что? На этот раз. О! Какая интересная аватарочка. Чё-то упала. А, вон, чё-то упала. Вопросик появился. Можно сенсу как-то побольше? Нет, можно только выйти из этой игры. А, это курица какая-то приехала. Чё ты хочешь? Какая странная курица. У неё есть ключ, чтобы выйти? Чтобы закончить этот дурацкий пяти. Сколько можно уже в пяти-то играть? А, чё ты ржёшь-то? Да ты плачешь. Ебанная-то. На роликах катается по коридору. Ну, учится человек, что бывает. На улицу выйти не может. Купила ролики, вышла из квартиры, катается по коридору. На улицу страшно выходить. Да вообще ночь на дворе. Мало ли её там замочат. У меня мухи едят? Что происходит? Ну, блядь, а чё темно-то так? Алё. Так это должно быть? А, это глава один. Ну, понятно, это глава один. Да всего же глава один началась. Из тьмы. Так, ну и проснулась где-то на помойке. Меня, походу, курица выкинула. То хуе, ну хуга, ну ха... Очень понятно. И куда я припёрлась? Так, вроде бы всё правильно. А то я не мог найти эту улицу. Правильная, видимо, улица. Так, найти номер 4 дома. Шифтовать я не умею. Кат-ток. Понятно, из чего вы тут готовите шаурму свою. Вьетнамцы. Ага-га. Очень понятно. Нужно найти дом 4. Это в Вьетнаме там всегда так, да? Хуели там, твари? М-да. Ага, это дом 4. Правильно? Правильно, правильно. Походу, в конце я её зажала этими дверьми. Так, мне нужно найти дом 4. Что из этого дом 4? Я даже не знаю, где это номера. Где у вьетнамцев номера на домах? Да ж хватит меня кидать! То бутылки, то шары, то мечи. Хватит! Ага, мне не сюда. Это шо? Так, ну походу мне помойка мешает ходить. Ну вот плакат с стоматологами-пупстарами, он всё ещё тут. А где, блядь, тут наименование? Думаю. Куда ты меня послал? Может сюда? Найти дом 4. Где, блядь, номера? Где во Вьетнаме номера домов? Где? Я во Вьетнаме умру. Дом 4. Мне кинули мяч. Я футболист. Мне мяч забрать надо. Мяч. Ну да, мяч. Вот мяч. Что мяч? Мяч. Так, просто мяч. Возможно, тут дети где-то играют. Ну-ка его дропнуть. Так, и походу я вызвала... Опять ебучие дети тут повсюду. Это звук какой-то бабки или это звук меня? Я могу пройти-то теперь? Нет? Нет. Мне кажется, бомжи шумят, а не дети. А, во. Это что? А в Вьетнаме это нормально всё выкидывать на улицу? Что это? Веник? Совок? Совок? Ты дура? Ты там полы мыла и... Точнее, окна... Эй, слышь, кинь мне обратно всё. Да ты нахера выкинул это на улицу? Так, это я беру. Пикапаю. Я сейчас и бабку эту запикапаю. Кто-то сказал мяу. Так, ну сишки вроде не твои, да? Готово. Извините, я вам не мешаю. Что? Поместите объекты в правильном порядке. Куда? Ну как, у меня есть какой-то инвентарь? И? О, да, есть. Юс. На. Не-не-не-не-не правильно. Неправильно. Юс. Неправильно. Юс. Неправильно. Неправильно. Господи, бабка, что тебе надо? На ведро. И что? Неправильно. Да что, пяу-ку-пяу. Ебаные вьетнамцы. Юс. Недоступно. Я когда читала эти отзывы об игре, там было написано, что она такая страшная, такая классная. Я, блядь, теперь сижу и тут с ведрами разобраться не могу, сука. Юс. Что делать-то тебе? Что тебе надо-то? Я могу кто-то где-то применить? Нет. Мне нужно бабки отдать. Помести все предметы в правильном порядке. Куда? Тебе? Я на тебя все применила. Ничего не получилось. Слышь. Бабка-сиська. Сиська-бабка. Что тебе надо? Я тебя в сиськи упрусь? Нет, ничего не происходит. Ай, бог ты мой. Мамочки. Недоступно. Что, блядь, доступно? Короче, нужно все пихать. Это вовсе не в бабку, как оказывается-то. Так, эф. Вот сюда ведро. Так, давайте сюда же тряпку вот эту. Даже тряпку, да? Правильно? Тряпку в ведро. Эту херню тоже в ведро. Давай вот это в ведро. А это, наверное, сюда, да? Правильно? Ёбаный свет. Все, я справилась. Сойдет. Бабуль. Спасибо-ка, дорогой. Ты куда, блядь, идешь? По нашему-то району в поздний час. Я всего лишь ищу гостиницу. А, так тебе дом, блядь, нужен. Да, я тут смотрю... Я ищу дом под номером 4, но не могу его найти. Может, вы знаете, где дом под номером 4? Чего, блядь? Дом под номером 4. А ты уверен? Конечно, я уверена, чего не так? Мой хороший, это дом. Он проклят. Тебе нужно быть осторожным. Я слышала, что этот дом... В прошлом здесь умерло много людей, в этом доме. Помни, будь осторожен. Дом под номером 4, где железная дверь прямо напротив тебя. А! Так, проверить дверь. Вот эта дверь? Это 4. Хорошо. Вот эта. Ну, я сюда тыкалась. Эй, мужик! Чего надо? Я тут, наверху. И че тебе надо? Ты меня зовешь? Ты меня зовешь? Чего тебе надо? Ты ищешь дом под номером 4? Ты хочешь там комнату снять, да? В этом доме? Да. А че не так-то? Моя сестра арендует комнату в этом доме. Последний месяц. Но она перед этим... Точнее, после того, как она арендовала комнату в этой гостинице, она попала в госпиталь. Божечки, почему? Я слышала, что она была шокирована чем-то, что там обитала. Она потеряла свой разум, и ее геспитализировали на долгое время. Будь осторожен. Ну, океюшки, я запомню. Ну, сука, смотрит как. А ты разве не в этом же доме живешь? А если у тебя сестра тут, или она у тебя просто тут рядом живет? Так если вы все знаете про это, нафига она там арендовала что-то. Хуль смешного, я просто комнату арендую. Ты че тут делаешь? Это какая-то толстая девочка? Нет, это толстый мальчик. Ты че, блядь, рисуешь? Три красных точки. Понятно. Ну и пошел. Пойди к двери. Пошел к двери. Я пошел к двери, пошел ты нахер, мальчик. Аж все меня затрясло-то аж всего. Аж всего затрясло. Личинки полезли из меня. Ужас, кошмар. Неадекват. Ага, я снова на этой улице. Может мне не стоит тоже снова искать этот дом, а? Я точно не наркоман там. О, ебаный свет, я застряла. А, это могилки. Могилки всех умерших. Кошмар, кошмар. Все померли в этом доме. Блядь, да тут походу район весь помер в этом доме. Ну похороны, да понятно. Что это такое? Что это такое? Кто-то обоссался. Канализацию прорвало. Откуда идет вода? Откуда идет вода? Оттуда идет вода? Вода, ты отсюда идешь? Вода? Буль-буль. Что там? Я бы сейчас пропустить. Не крякай мне там. Вода прибывает? Ну вода прибывает. И что? Там просто за мной задание висит. А, вот. Что это такое? Мув. А я еще, блядь, знаю. Что, мув там вам надо? Дроп. Возможно, где-то подсказка рядом. Ну, возможно, где-то подсказка рядом, но я не знаю ее. Вода прибывает. 25 вряд ли. Там 4 цифры. А где? Я не вижу цифр. Цифр я не вижу. Здесь что-то? Подсказки там? Тут же не надо посчитать всех покойников, правда? Было бы странно. 3,7. Вот, 3,7 вижу. 2,4. Ну-ка, а если попробовать 2,4, 3,7? Сработает? Там вроде на бумаге что-то такое было написано. Ну-ка, 2,4,3,7. Да, сработало. Сработало? И что? И что дальше? А, вот. Зажигалка. Пикап. Сжечь. Можно сжечь? Сожгу нахуй все. А походу меня заливало еще и биндер. Еще и сам себя сжег. Мы не дураки. Ох уж эти вьетнамские хорроры, сделанные на коленке. Какое большинство хорроров, к сожалению. Что-то там передит-крихтит. Зашел в дверь, и вот тут же это... Ну так, может, выйдешь и уйдешь отсюда нахер? Раз тебя уж так приходнуло от того, что ты зашел. А, найти путь выйти из дома. Я зашел, и все. И не выйду уже никогда. Арендую на всю жизнь. Это ваша кухня? Я бы сейчас смотрел, куда заезжаю. Там, походу, голову сготовили в этой кастрюле. Блять, шифт не работает. Не работает. Ничего не работает, все закрыто. Сейчас буду как-то девку вначале ходить кругами. Блять, ну и нафига мне... Что это? Какую-то девку подобрала. У нее сломалась шея. Трагедия. Это мне найдет выход? Игрушка из риса? Из рисового пороха? А, мужик! Постать, наверное, вышел. Мужик, ты знаешь, как выйти или как зайти? Игрушка твоя? Нет, ты никак тут не влияешь, да? Вообще никак. Все равно тебе. Здоров. Слышь, я хочу тебя спросить. Где он ушел? Нормальный. Ты, наверное, готовил тут тоже посмотрел. Точнее, пришел, хотел сготовить, посмотрел на эту кухню, подумал, ну нахер. Буду я тут готовить. Правильно? Правильно. Так. И что, другого лысого мужика не будет? Может, лысые бабы? Кого-нибудь? Кто-нибудь к нам не выйдет? Ну да. Ходить, теперь шляться, во все двери тыкаться, пока не сработает скрипт. Классиком. Найти еще какой-нибудь меленький предмет тут. Сматривайся в каждый кусок текстуры. Что ты там крякаешь? Прекрати. Может, мне же что-то на кухне найти? Может, там что-то есть? Может, муж что-то оставил, такое полезное? Нет, тут только мухи. Резичка какая-то. Тазик. Это назик. Так. Ну, походу, это надолго. Ходить тут тыкаться. Куда мужик ушел, непонятно. Слышь. Оставил меня тут на произвол судьбы по грязными тарелками. Я новенький, между прочим. Может, надо муку куда-то применить? А куда? В рисовую муку ее ставят. В рисовую муку. А я не видела никакой рисовой муки. Побрала какую-то хрень. Да, ну что? Слышь. О, что-то работает. Что-то сработало. Ты, наверное, рисовая мука, да? Баба рисовая мука. Каким шампунем пользуешься? Можно не такой же? Или ты просто из ванны вышла, и у вас там слив никто не чистит. Ты в том числе. Опять все пропало. Но! Меня каждый раз так будут убивать. Я думала, это нормальный хоррор. Нет, глава 2. Может, я просто алкаш? Снова этот сон? А не в том, что баба вышла и тебя задушила волосами? Я что, блядь? Да хуя этот... Вон, посмотрите на его библиотеку стима и скажите мне, какие тут игры изображены. Мне кажется, их тут можно угадать. Ответы напишите в комментариях. Ха. Вот так вот. О, гиберпанк. О, р... 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 РДР. Last of Us. Ghost of Tushima. Ну там в стиме поинтереснее игры. Что? Кто мне звонит в такой час? И почему я это слушаю? И почему ты это слушаешь? А почему у меня мобилка так звонит? Алло? Алло. 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 А-а-а... Ты там спишь? Можешь говорить? Это... А-а-а-Анх говорит. Я только что уснул, и мне приснился кошмар. А-а-а... Тоже странный сон, что ты видел на прошлой неделе? А-а-а... Я же тебе говорила не арендовать этот дом. Но ты меня не послушал. И вот ты только деньги потратил. Почему ты... Вообще пошел в такое ужасное место? Я не знаю почему. Ладно, слушай. Я нашел информацию об этом доме, что ты арендуешь. Правда? А-а-а... Слухи, это правда? Правда. Больше чем 20 лет назад 3 человека в этом доме мистически умерли. А-а-а... Тело по... Все еще не раскрыто. Итак, это значит что? Ты не веришь мне? А-а-а... Все слухи об этом инциденте 20 лет связаны с демоном смерти. Демон смерти? Божечки, что же это? Да слишком долго рассказывать. Я отправлю тебе факс документ. Кто отправляет факс в наше время? По факсу документа, что я нашел в интернете для тебя. Может ты просто отправишь ссылку? Я прочитаю. У меня вроде есть интернет. Давай, отправляй. А-а-а... Запомню прочитать их очень внимательно. И двигайся в другое место скоро. Ну, типа, переезжай скоро. Я не думаю, что это хорошее место, чтобы там жить. Ебать, у меня есть факс. Аля. Так, проверьте ваши документы в факсе. Господи, просто вы прислал ссылку. Так, факсовая копия Ханой Секьюрити. Так, это все... Я надеюсь, это не сильно влияет. Ну, а может и влияет. У кого хорошо с английским, то все это переведет. Потому что я не хочу сидеть, вчитываться в это говно. Но если по сюжету это важно, то придется потом сидеть, вчитываться в это говно. Что поделать. Так. И что, я... Ну, я тут хорошо, я смотрю, обосновался. Так, мне нужно выйти в онлайн, чтобы найти инфу по этому месту. Так он тебе прислал уже факс. Что ты еще хочешь? Почему мое интернет-соединение потеряно? Нужно проверить модем. Проверить модем в коридоре. Где мой модем? Мой модем где? Ну, там туалет. Рядом с туалетом модем. Кто его знает? Может, рядом с туалетом модем? Модем есть в туалете? Где туалет? Ой, господи, где модем? Где вьетнамцы? Где настоящие вьетнамцы соединяют модем? Я в душе не имею. Ну, хорошо там крекать, блядь. Ну, коридор нужно проверить. Коридор. Может, соседи? Блядь. Ну, раз я сюда пошла и сработал скрипт, значит, модем где-то рядом. Не, на электричестве проводах, правда? Может, в коробках? Да нет, тут, по-моему, какая-то. Какой модем? Модем? Ты модем? Нет, ты не модем. Где модем? А, вот модем. Рядом с туалетом. Модем перезагружен. Уж как давно я не слышал этих звуков. Скример? Я в онлайне. Я в онлайне. Я в онлайне вместе с мухами. Чего? Почему присоединено все? А я уже... Я, короче, перезапустил модем, а соединения чего-то нет. Снова проверить модем. Ладно, я хотя бы уже знаю, где модем. Скример! Скример! Кошку сожрали. Так, снова проверить. Как странно. Я не призапускал его. Возможно, модем сломан там, типа кабеля. Надо пойти в реструм. И тогда пойти спать. Подожду до завтра. В реструм, наверное, в туалет. Ну да. Надо поссать перед сном. Ссу. Скример! Ебать, самый неу... Неожиданный скример! Ебать! Канализацию прорвало! Ёптиць! Чего смешного? Меня говно воблело тут всего! Помогите! Что ты ржешь? Женщины, это не смешно! Взяла на меня, наорала. Ты не моя жена! Чтоб на меня орать! Ну подумаешь! Ну прорвало канализацию! Ну с кем не бывает! Нет, она орет! Хотя, может, она рядом со мной живет? Типа, я вонять тут буду. Она сама виновата! Она, между прочим, ванную не чистит после себя. Все, все этот... Засорила все трубы своими волосами. Дура. Чего, блядь, только что произошло? Как это я так пописывала? Так пописывал, так пописывал. Нет. Все-таки не приснилось мне. Жаль. Да хватит тебе, муха-то! А есть душ? Куда стучаться? Сюда? Да ебкий. Что, кого? Я в говне. Алло! Майго-дуб-луквай! Алло! Ты звонишь так вовремя! Я только что видел призрака. Алло! 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 Анна! Ты меня слышишь? Алло! Я нашел еще информацию о том, что ночью трое человек в этой земле померли. Включив тубинь. Алло! Что говоришь? Я тебя не слышу. Алло! Бля! Почему сигнал потерян? Ну почему-то сигнал потерян. Так, покинуть дом. Опять начинается эпопеяс покинуть дом. В прошлый раз не смог покинуть дом. И в этот раз не смогу покинуть дом. А что это? Это куда? Ты вышел к соседям? Как интересно. Ладненько. Посмотрим на обустройство вьетнамских домов. Они довольно маленькие такие, неудобные. Это то, что я внес депозит. Ну и дурак, конечно. Он же сам сказал, что типа на самом начале надо выйти. Журнал посетителя. Так, я не могу продать это. Я не могу жить тут. Но я и выйти из этого, видимо, тоже не могу. Ужасное место. Фамильное фото. Так, но люди тут все еще живут. Дроп. Дроп на тебя нахер. Ну, типичный вьетнамский дом. Никто не убирают. Канализацию прорывают. Короче, какую-то херню я снял полную. О, можно в душ? Опять мухи там, блядь. Можно помыться-то после всего случившегося? Нет? Нет. Главный герой, это неинтересно. Надо покинуть дом. Смешно, да. А, я могу выйти. Блядь, я кукну хотела посмотреть еще. Что-то я рано вышла. Что, я вышла в стену? Что это такое? Я снова вышла в этот кошмар какой-то непонятный. А, все! Уже не выйду. Никак не выйду. Опять нас сали, блин, в коридоре. Не, ну, у нас кухня получше, чем тут, по крайней мере. Это сосед просто там мясо режет. Откуда эти цепи? Как мне выйти наружу? А тебе чем перекусить в цепи? Сосед, подержишься болторезом? Я знаю, у тебя есть. И что, теперь мне нужно ходить по дому и искать болторез? Ну, очень увлекательно. Дверь? Ну, это не дверь. Ага. Так, посмотрим кухонь по местному. Что пожрать есть? Это что? Непонятно, что там. Болторез есть у кого? Где сказать болторез? Где у вьетнамцев может быть болторез? Что это? Урод. Видимо, они специально сделали такую, блять, сенсу у мышки, чтобы рефанды не делали через полчаса. А то и быстрее. В туалете есть болторез? Ну, болторез в ханюбол. В туалете тоже какой-то такой себе. Что за звук? Есть болторез? Ящики есть болторез? Найти, чем перекусить в цепи. Ладно, пойду наверх. Может, у соседей есть? Хуй там. А что-то есть. Тут куча всяких херни. О! Так, надо найти, чем сломать замок. Да ёб твою мать! Ёб мне один раз кулаком. Лобак. О! О, 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 болторез. Чего? Нам не нужно найти, чтобы встать, блять, на что-то, чтобы его поднять. Возьми стул! Пикап! Пикап! Вот, давай, юз! Всё, залазь! Каратыш ты ебаный! Всё, слезай! Ебать, сколько у тебя проблем! Ты когда родился, тебя не роняли? Не били в школе, случаем? Ты что-то как-то совсем... Господи, он ещё идти будет полгода. Пока его тазиком не убьёт. Да, блять, иди уже. О, мужик! Голый! Нет, бабка. Это бабка, которой... Что-то там не нравилось. Наоборот, всё нравилось, не знаю. Юз, ну-ка, юз. Бабуль, помоги! С другой стороны, поднажми, а то я выбросу не могу. Не работает. Почему я не могу перерезать? Я что-то застрял на веки вечные? Бабуля! Эй, пожалуйста, помогите мне! Слышите меня? Ей, кажется, похуй. Что мне делать? Кажется, никто не видит меня снаружи. Уроды. Ебаны. Опять круги будут походить всё. Алё-алё, а здесь кто-нибудь есть, пожалуйста, помогите! Помогите, пожалуйста! О, здорово! Пацан! Ты нац! Ты чё, охуел, что ли? Ты знаешь, который час? Помогите мне! Здесь призрак в этом доме. И чё ты сказал? Я видел его. Я не могу выйти отсюда. Если ты говоришь правду, ты встретил призрака в этом доме, и ты всё ещё не ебанулся? Да, но этот, сир... Ты охуевший тварь! Охуел! Слушай, ты, маленький брат, если ты хочешь выбраться отсюда, тебе нужно принести мне какие-то вещи. Помни, найди их всех, и я помогу тебе выйти из дома. Походу, чел, который делал эту игру, записывал всё сам, и поэтому угораю тут как можно. Ну, чё тебе принести? О, блядь. Кто это? Ключ. А, в подвал. Доунстар, да? Да, блядь, возьми его ключ! Чё это? Человеческий палец, человеческий зуб и кулачок человеческих волос. Всё-таки это ты суп тут готовил, да? Человеческий зуб, человеческий палец. А свои чужие? Я-то вообще один живу? Нет? Если только ты тут, то, видимо, свои придётся отдавать. Зубы, пальцы. Либо из мужика. Это юзается сюда? Ключ. Ключ, блядь, ключ! Хуёч. Недоступно. А хули так? А откуда ключ? Может, отсюда ключ? Недоступно. А откуда ключ, мужик? Доунстарс. Даун, это вниз. А чё не работает вниз-то? Ну, типа, мне какой-то подвал сейчас откроют? Комната, это не работает. А, открыть какую-то комнату в доме. Ну, может быть, какую-то в доме. Комнату в доме. Пойду. Пойду шариться по всем комнатам в доме, чтобы понять, которые откроются. Очень увлекательно. Очень здорово. Спасибо большое. Глава 3. Вот, глава 3. Сейчас я буду тыкаться во все двери. Недоступно. Недоступно. Что свет-то выключили, блядь? Не вижу, нихуя. Оле. А. Мне надо спуститься. А! Мне тут открыли. Просто кто-то с криками убежал. Ладно, не буду вас беспокоить. У меня тут задание. Высокой степени важности. Найти комнату, которая открывается ключом. А ты мне тут орешь. Мне не до тебя. Вообще не до тебя. Недоступно. Может тут? О, спасибо. А свет, можно урбить? Свет! Как странно. Почему эта дверь только что закрылась? Я что-то там вижу. А! Спасибо. Угу. У вас тут какая-то специальная молитвенная. Ник не приди там. Так, что это? Какие-то щита. Видимо, кто-то тут пытался изгонять призраков, поэтому заказывал всякую хрень. Угу. Что тут? Открытка с днём рождения. Очень интересно. Ещё какая-то дрянь. Ну, ещё какая-то дрянь. Текста очень много. Что? Генеалогическое древо семьи Фам. Семён поколение. О! Этот рентген. Что, пальца нет у кого-то? А, можно палец? Есть палец? Что это? А, блядь, переставушки! А, блядь, переставушки. Чего? Почему? Ебать, я справилась. Я нашла странный ключ. Который выбыл из игрушки. Возможно, он какой-то комнаты. А, блядь. Он же у меня есть. Да какой гёрл фигурин, блядь. Вот, странный ключ. Всё, нормально. Хорош там, блядь, пердеть. Муха ебаная. Что, блядь? Я теперь выйти не смогу? Может, от этой же к этой комнате, а? Недоступно. А как выйти? Я насмотрелась. Как выйти? Слышь. Может, свет тебе выключить? Может, болторезом ебануть? Есть выход, блядь. Я всё решила тут. Ебаный свет. Ебаные азиатские хорроры. Без бутылки, блядь, вообще не разберёшься, что происходит. Чё? Чё делать-то? Меня заперли. Тыкаться в каждую щель? В надежде на то, что что-то сработает? Опа. Опа. Пикап, блядь. Пикап. Так. Сюда надо что-то повесить. Я знаю что. Себя. Юс. О, чё-то случилось. Чё-то, блядь, случилось. Аллилуйя. Я на какую-то мультимедийную выставку попала? Это, конечно, здорово. А можно меня выдущить? Теперь что? Так. Лайт. Чего? Что-то за жизнь. А, какие зажигалки. Недоступные. Ага, может, вот это взять? Пикап, ну-ка. Надо завалить окипальник свой. Ау-я. Зажигай это говно. Сейчас помолимся. Пожалуйста, замолчи. Пожалуйста, заткнись нахуй. Работает? Похоже, сработало. О, меня выпустили. Наконец-то. Кто там крякает еще один. Так, чё-то с энергией. Надо что-то, чтобы не освещало путь. Блядь, надо что-то. А что, блядь? Там соседа, походу, кроет. Там соседа, походу, кроет. А у меня что-то есть? Зажигалка. Вот. Юсь. Сейчас я, Юсь, зизигальку. Кому-то плохо? Тебе плохо? Это потому, что баба засоры не убирает, да? Ладно, не мешаю. Если бы тысячи хотел. Не знаю. Недоступно. Так, ладно, пойдем снизу, наверное. Что, блядь? Зажигалка. Работай. Нахуй. Работай, нахуй, зажигалка. Ну-ка. Недоступно. Это просто выход. Недоступно. Наверное, тоже вряд ли. Недоступно. Значит, надо выше. Твою мать. Ну, хоть зажигалка есть на этом. Спасибо. Да мухи, ебаный свет. Ну-ка, тут? Тут откроют? Недоступно. А если тут? А что, уже спиздили? Тут стоял. Так, ну, может, это тогда соседняя с моей комнатой? Подожди, странный ключ. Все правильно, странный ключ. Недоступно. Недоступно, странный ключ. Что там произошло? Там какая-то воронка открылась? Да, тут какая-то воронка странная. Что с тобой не так? Я опоздал, потому что что-то решила. Она выросла и ничего не решает. Вот что решает. Ты знаешь, как о уличной крысе. Они только что матчмейкили ее. Она еще юная. Богатая или бедная, не имеет значения. Ты все еще здесь живешь. Ты заботишься о своей семье и не даешь нам говна. А как? Ты бесправильная. Ты ударил меня. Ты брутальный. Я на тебя суд подам. Что, блядь? Можно не делать так быстро? Я пропустила скример. Она убежала. Дура. Откройте, блядь. Я нормально не послушала вас. Все, я открыла. Так, это что? Это часы. Это кровать. Нихуя не вижу. Так, фотка на день рождения. Ключ. Старый ключ. Возможно, старый ключ на столе. Возможно, он не использовал долгое время. Забираем. Будем искать, откуда этот ключ. Не могу открыть. Закрыто. Ну-ка. Могу открыть. Так, что? Ключ, который лежал в ночном шкафчике на втором этаже. Я не могу понять, от чего он в этом доме. Найдем. Не переживай. Записка Туанг Нат. Похожа на дневник. Пресс-джи. Эм, блядь. Куси-куси. Куси-куси-куси-куси-куси. Что мне там сказали? Рыдает. Рыдает, что походу семью завел. Куси-куси-куси, да? Что он там говорит? Дура ебаная. Спасибо, я выйду. А! Все свои фотки зачирикали. Глаза. Он бедный, наверное, плакал, потому что не любит чай готовить. Ну, бывает. Я тоже чай не очень люблю готовить. А надо. Как бы с чаем тоже жить? В туалет мы не пойдем. Кажется, в прошлый раз в туалете нас говном облило. Так что мы, наверное, в туалет не пойдем. А! Нет, там еще какие-то вопросы остались к туалету. Что это? Так, маленькая черная банка. С непонятной жидкостью. Ну, возможно, кто-то все-таки насрал. Все, забираем. Нам это надо. Найти путь, открыть черную банку? Нахуя? Интересно, конечно, чай. Интересно. У меня еще ключ от чего-то. Вон, старый ключ. К банке не подойдет. Пойдем отсюда. Сейчас опять буду полгода искать, как открыть банку. О, свет врубили. Спасибо, я на этом. Да хорош там трындеть, но... Тут нет этих? От чего ключ? От этого ключ? Ключ подойдет? У меня какой-то ключ есть. Недоступно. Опять тыкаться вовсю подряд. Может, тут есть какие-нибудь эти хреновины? Как оно называется? Открывание банок. Крывашка. Недоступно. Куда там? Сиди, сиди. Мойся, мойся. Шел после работы. Бедный. Заебанный. Плачет. Все, все, звук. Не открылась? Где что открылась-то? Не понял. Ну, я проверю. А! Вот. Опять меня, блядь, закрыли. Охуели. Так, опять дневник с страницы дневника. Идите в жопу с этими дневниками. Так, я могу что-то открыть. На, открывай банку. Блядь, там мини-банка. Проблема ее открывать, конечно. Открыл? Странный объект. Палец. Отлично. Выглядит ужасно. Выглядит ужасно, но я заберу. Мне понадобится. Так, так, так. Так, так, так. Какой кошмар. Ужас, ужас. Ужас, ужас. Так, найти... Что? Найти путь, помыть проклятый объект, который только что получил. А зачем его мыть? Он не говорил о том, что пальцы должны быть мытыми. А, ну вот, ванну освободили. Мужик помылся. Что за бред? Ну, конечно, это интересно. Никогда не думала, что в хоррорах нужно еще какие-то отрубленные пальцы умоть. Кипяток пошел, да? Кипяток. А, это ты себе отрезал. А я подумала, он просто кипяточком моет этот палец. И чувак, которому палец отрезали, он там кричит, плачет. Глава 4. Да не, все пальцы целы. Что, блядь, это такое? Это пальцы. У тебя чистенький палец? О, чистенький палец. Все, забираем чистенький палец. Отдать палец мужику. Пошли отдадим палец мужику. Так, может, стало сразу все забрать. И пальцы, и зубы, и волосы. А не 200 раз ходить туда-сюда. Так, Аш, придумал уже. Странный ты. Стасали весь дом. Да. Не, ну я понимаю, почему вьетнамцы придумывают хорроры. У них там такие узкие улочки, и все так страшно. Неудивительно, что у них есть вообще хорроры. Мне было бы страшно там жить. И без всяких призраков. На, мужик, ты хотел. Убирай. Что это такое? Я нашел палец, который вы просили. Так, ну-ка дай посмотреть. Хорошо, хорошо выполнено, чувак. Пойди выполни свою работу. Осталось только две вещи, которые мне нужны. Ты мне не дал ничего ключи какие? Так, старый ключ. Какой? Блядь, ты забери ты ключ, это ебаный свет. Все, пошли. Пошли открывать другие двери. Трига уже начинается. Трига, открой все двери. Все, проверим. Недоступно. Недоступно. Так, все, понял. Понял, принял. Надо идти в квартиру. Так, ну что, у меня остаются там только верхние, да, этажи? Эту я открыла? Это я не проверяла. Ну-ка. Вот. Блядь, там опять темно. Так, где мой лайтер? Хуй лайтер. Так, походу тут же лошвея. Все, блин, блядь, тыкаться. Какие-то анальные пробки загорелись. А, похороны. Кто-то сдох. Фото мужика. Что за ужасная вещь с ним произошла? Заберу. Фото женщины. Что-то, что-то ужасное. Что-то ужасное. Нужно поставить какие-то фотки, да? Куда фотки ставят в янтамце на похоронах? Ну, хорош орать-то, господи. Мне надо куда-то фотки деть. Алло. А, яблочко съесть? А, выглядит так, как будто тут пропало фото. Давай, фото мужика. Фото бабини. Думально? Что такое? Я все правильно сделаю? Или портреты перепутала? О, они же затусили. Чуваки, несите молоток, добьем. Что они буйные? Уже заплатили за похорон, уже все организовали. Будут они теперь выживать. Ели. Так, мне нужны... Что, где я? Где я, блядь? Я на какой-то завод пошейный. Пошивов адидасов попала, да? Что, это дверь какая-то? А! Что? Так, ну я вот так шла. Да, сюда шла, здесь начался какой-то трындец. Там еще какая-то дверь есть. Нет, тут шкаф есть. А где ключ? А, что это? Бизнес-журнал. Очень интересно, но мы не бизнес-портнеры, так что мы ничего не это... Тючой. Тючой так тючой. Что, темнее, блин, нельзя было найти вот в этой темнине ключ? А у меня что-то еще есть? Нет, конечно, у меня ничего. Где ключ? Мне нужен ключ. Кто-то там обрыгал меня. Хватит рыгать. Может, тут консервы открывает сосед, наверное. Где ключ этот ебаный свет? А! Привет. Я думаю, что за лапы ко мне тянут? У тебя есть ключ? Алло. Ключ есть, говорю? Пошла ты уже тогда. Нет, она за мной теперь ходить будет. Да я знаю, что ты за мной ходишь! Чё тебе надо? Ключ. Ключ, ключ. Слышь? Ебись. Мадама, иди нахер. Где, блядский, ключ? Ты бы лучше сказала, где ключ? Ходит она там. Мухи едят со всех сторон. Может, мне не надо тут ключ искать? Где ключ? Я посмотрела на похороны. Дальше-то что? А, мне просто надо было выйти. Я мешала? Так и что? Я ключ-то не нашла. Ну, посмотрела я на эти ваши похороны. И что? Ладно. Чёрт с тобой. Пойду обследовать. Может, что-нибудь найду. Может, сейчас будет случиться? О, что-то случается. Я все эти игрушки только потому, что улицу крысы играют трюки на неё. Пожалуйста, помоги мне. Не волнуйся, пожалуйста, попытайся сдать её счета в бутылку. Депрессия скоро уйдёт. А если нет? Вот же вещь. Вот эти наркота нелегальны, знаешь ли. Пожалуйста, держи в секрете. Я знаю. Кроме того, мои деньги всего лишь скучают по своим отцам. Я тебе принесу и сделаю моего отца изменить мнение. Я думаю, не думаю. Спасибо, Райт. Ты прав. Я найду путь сделать Лин забыть о том, что она бедный студент. Ебать, вы ещё быстрее не могли? Нормально же это всё было с паузами. А теперь, блядь, несутся. Как плит поезд. Так. Таблеточки без маркировочки. Пикапим. Пикапим таблеточки. Описание. Белые таблеточки после перекуса. Зелёные таблеточки один раз после просыпания. Ел жёлтые таблеточки два раза после жратвы. Помни о том, что нужно контролировать, сколько таблеточек ты жрёшь. Если будет головная боль, иди купи ей бейсбол. Очень понятно. Хорошо. Хорошо, ребята, хорошо. Чё? Больше ничего не надо? Так. Дверь закрыта. Нужно что-то, чтобы открыть. У меня начало опять глючить во все места. Правда, заиграла. Куру запили. Ты, походу, что-то знаешь, да? Найти путь, открыть дверь холодильника. А что, он от холодильника запирается, чтобы не жрать? Брусно-то как. Найди путь. Открыть холодильник. А как, блядь, открыть холодильник? Ой, выдумщики же вы, вьетнамцы. Какие вы, выдумщики? Найти путь, открыть холодильник. Можно колёс нажраться? Или без... Пока не пожру, колёс не нажраться. А-а-а, как же сложно. Как же сложно живут вьетнамцы. У них даже, блин, холодильник закрытый. О, это ещё такое. Монтировочка. Монтировочкой. Открывать холодильник монтировочкой. Чё смешного? Жрать хочу. Жрать заходишь не только монтировочкой. Холодус откроешь. Нечего тут ржать надо мной. Смеётся она. Хе-хе-хе-хе-хе. Дура. Так, монтировочка. Что интересного вы прячете в холодосе? Походу в холодос никто не заглядывал. Очень давно. Она опять там вышит во все места. Блядь! Нет! Ёбаный свет! Я не хочу играть в пятнашки! ПИЗДА! 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 И что, неверно? Если я нажму N, оно сломается? Что, блядь, неверно? Ёбаный свет! Чтоб автор словил инсульт жопы из-за этих пятнашек! Так, я нашла какой-то блядский ключ. Ненавижу эту игру. Ах, какую дверь она открывает? Хуй его знает, какую дверь она открывает, если честно. Что там на сочине открытое было? Тут у нас открыто... Наверху была открыто, я не помню. Тут открыто... Вверху открыто было? Тут открыто, дверь? Может, наверху открывает что-то? Недоступно! Где нахуй говорит мне ключ? Ладно. Ладно, я понял намеку. Понял, понял. Я все понял. Какую дверь? Какую дверь? Ну там осталась только дверь. Ах, ебаный от. Открывается? Открывается. Счастье открывается. Жесть. У нас что, во дворе колодец какой-то? Что за дрянь? Хуй смешного-то. Так. Выглядело что-то там за листьями. Не могу это сделать голыми руками. А, кусачками ложь. Почему, блядь, не можешь? Гондон! Лайтером своим подожги. Че тут? Что это? Вот, кусачки, сбирай. Потрать там. Ужас, кошмар. Померли. А я запрещала. Отстаньте от меня все. Я после пятнашек вас всех ненавижу. Где эта дрянь, которую надо это открыть? В смысле, недоступно? В смысле, недоступно? Труп куда-то делся. Куда-то труп ушел. Я застряла за дверь. Еще теперь свищи этот труп. Труп кошки. Тут лайтер мой где? Нет, у меня лайтер. Он, видимо, мне тут и не нужен. Так, ну я посмотрела на труп кошки. Что же делать дальше? Ой, вернулся труп. Почему все это было непонятно? Видимо, недаром он открыт рот. Поэтому надо забрать. Что мешало кусачками забрать? Не очень понятно. Все, зуб. Человеческий зуб. Все, забрали. Что, забрали, пошли. Какая сложная, блядь, игра. Она такая нелогичная. Просто ходи, лови скрипты. И ходи, думай, после того, как ты ловил скрипт. Что нужно делать? Что-то появилось там, где ты уже был? Или нет? Ходи, блядь, кругами. Слышь, мужик, у тебя извращенные вкусы. Держи свой зуб. Я после кусачек пиздец какая зла. Ой, кусачек. 15. Чо, кого? Я нашел зуб. Ну, как дай глянуть. Хорошо. Продолжай работать в том же духе. Осталась только одна вещь, которую мне нужно найти. А больше ты мне ключей не дашь? Мне нужны волосы. И что мне, блядь, делать? Да я не знаю. Что там? Пойду я. Надо снова зайти в дверь, и там уже выйдет какая-то. Чаптер 4. Чаптер 5. Так уж и будет. Чаптер 5. Так, и что дальше? Куда мне, блядь, идти теперь? Клок волос мне нужен, да? Ходи, ищи. Радио запиздело. Это, конечно, все очень здорово, но мне это не помогает. Просто, блядь, ходи кругами. Хуенно. Мне нужно снова словить какой-то скрипт? Ключей мне не дали. Девка появлялась в туалете. Может, в туалете ее надо искать? А, вот, да-да-да. Бабочки повсюду. Смертельные бабочки. А, во-во-во-во. Ну, хоть что-то начало происходить. Алло? Алло, алло, ты меня слышишь? Алло? Алло, это... Зеан. Алло, алло. Я тебя не слышу. Все окей? Я отправлю тебе по факту новую инфу, что у меня есть. Давай. Присылай. Что такое? Так. В одну ночь три чувака сдохли. Ночь, когда юный мужик был найден повешенным со своей дочерью в фамильной комнате. А семья просила об этом не распространять. Ужас, кошмар. Что ты? Свали, может, нахуй, а? Опять какие-то похороны. Что на этот раз нужно делать? Ага, вон бумажка какая-то. Советы шаману. Ну, в общем, что-то там надо было сделать шаману. А то она вышла из гроба, вся такая деловая. Ага. Ага. Меня выпустят? Хоть там. Господи, себе по голове постучи. Ага. А, фигурка опять какая-то очередная. А, вон, что, какие-то вопросы. Какие-то вопросы кругом. Так, надо кого-то повесить. Давайте повесим герлину. Нет. А кого повесить надо? Таблетки? Таблетки не вешаются. Что-то надо повесить. А для того, чтобы все что-то повесить, нужно еще что-то найти. Блядь. Пиздец. Я ебал. Эта игра такая неудобная, что ходить, блядь, тут еще походить предметов, это целая мука. Может, мужика повесить? А, просто нужно в обратном порядке. Вот, сначала мужик, потом баба. У них специальные персональные веревочки. Просто так нельзя. Абы где повесить. Эх, господи. Что смотришь? Что надо? Что я такое? Кусок волос. Забирай. Что, уходим отсюда, нахуй? А что я в школе такая? Майн Лин, иди сюда. Чего? А что это меня внезапно перекинуло в институт? Я слышу, что твоя семья сделала усилие, что ты бросила в школу. Не знаю, чё лонг экспиленц студент в нашей школе. Возвращайся, поговори со своей семьей. Чё-то он на меня наехал. Типа, я хуёвый ученик? Или наоборот, слишком охуенный для вашей школы? Я не понял. Пошли вы в жопу. Уроды. Дерми, наорали. Чё, сажусь на своё место. Нечего на меня палить. Появитесь. Чё? Чё приперлись? Не хотите уйти учиться, а не смотреть на меня? А, лето прошлое, это девахи. Не надо... Кто-то бежит меня пиздить, походу, судя по звукам. Так, теперь мне нужно просто отдать всё мужику. А вот что-то и случится. Игра закончится, наконец-то. Не игра, а мучение. На, забирай. Чё, кого? Я нашёл кусок волос. Дай-ка глянуть. Хорошо, хорошо. У тебя есть всё, что мне надо. Поэтому возвращайся домой. Подожди, когда я тебя позову. Я позову тебя после работы. Ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Да выпусти меня уже. Ха-ха, блядь. Он идёт еле-еле. Шифта нет. Никаких тем быстрых перемещений. Мам, боже мой. Да я птица каждую, блядь, ступеньку зацепляюсь. Всё, мне сказали идти домой. Я пошла домой спать. Чё ещё делать? Нет! Он же сказал мне идти домой. Ложись, блядь. Ложись, уёба. Ложись, блядь. Он же сказал, я тебя позову, когда всё готово. Что это будет? Чё мне теперь ходить шляться по дому? Пойти пописать, чтобы снова из канализации меня облело. Так. Прошло достаточно долго. Я ничего не слышала от того старого мужика. Надо пойти проверить его комнату. Он тебе даже не звонил. И вообще, ты только что в комнату зашёл и даже не поспал для приличия. Ну чё, мужик, ты там справился со своей работой? А-ля-ля, улю. Я пойду. А, он уже давно съебался, да? Миллионы было тем самым демоном. Так. Чего? Тоже какие-то ритуалы ебаные. Ясно. Так. Старая книга мужика. Множество страниц вырваны. Да бляди. Боже. Много текста. Много текста. Ключ. Здесь есть комната, которая так еще и не была открыта. Колюшки. И что же это за комната, что не была открыта? Я такой не помню. Так, здесь слишком много документов в этой комнате. Ёбаная. Вот та бумажка, так ты ее, блядь, не берешь. Спасибо. Или ты хочешь собрать? Нет, собрать нельзя. Все? Можно идти? О, это что это? Это бочонок с ручкой? С ножкой? Не вижу нихуя. А, ну да. Бочонок с ручкой, с ножкой. Ну что ты там сидишь? Влазь. Влазь, мужик. Влазь. Не была. От чего ключ? Ключ-то от чего? От чего ключ? Какая комната была еще не открыта? Блядь, ну спасибо. Ладно. Что, ты вылезешь? Так и будешь там сидеть. Ты обещал, между прочим. Ёбаная, твою мать. Как много проблем с этой игрой. Что случилось? Что такое? Скрима? Что? Пил много, руки трясутся. А, он вышел, да? Чел вышел из своего тазика. Тазика. Сейчас кримак будет, готовьтесь. Куда выйти-то, блядь? Так, ну двери не открываются. Руки трясутся. Чел вышел. Где он? На потолке? Где ты, тварь? Где ты, скотина? Я знаю, что ты где-то тут. А, боже, я ободрал. Где он, блин? Чё я ищу-то? Ну, вышел он из этого ведра. И что дальше? Куда, блядь, тыкаться? О, тут такого не было. Или было? Я просто не заметила в первом начале. Ой, мамочки. Стой, я долго тут буду стоять, дышать? Меня не пускает и не выпускает никуда. Тыкайся, блядь, вовсю подряд. Что это? Ужас, кошмар. Короче, его сожрали в конце. Плохой конец. Можно было получить хороший конец, но в пизду эту игру, если честно. Она мне совсем не понравилась. Она ужасна в своем управлении, с вот этой тягучей мышкой, управлением без шифта. Абсолютно растянута, с не страшными скеймерами. Ну, в общем, такое. Я не знаю, что там были. Хорошие отзывы. Вот, я какая-то довольно посредственная и криво сделанная. Такая вот игра потрепала мне нервы. В плохом смысле. Это вовсе не напугало меня. Но, может быть, кому-то, если он проходил это один, ночью в темноте, ему было бы очень страшно от таких всех скримеров. Меня пугал в основном скрипты, которые непонятно, куда потом идти, чтобы словить следующий скрипт. Такая вот игра под названием The Death. Если хочешь видеть больше хорроров, инди-хорроров, странного содержания, то обязательно подписывайся на канал, оставляй комментарий, ставь лайк. Увидимся еще в каком-нибудь странном инди-хорру. А пока, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok